Практически на берегу озера, ну и вообще сам город находится на берегу озера. Вообще, конечно, все эти швейцарские озера всегда какое-то такое очень курортное настроение создают. Друзья, конечно, мы не пойдем с вами все 861 метр. Здравствуйте, друзья! Мы сейчас в Швейцарии, в городе Цюрих, точнее, в аэропорту города Цюрих, который находится недалеко от города Цюрих. Сюда мы прибыли по приглашению нашего партнера, компанией Гиберит. И нас ждет очень увлекательная программа. Сейчас мы отправляемся в городок, который называется Рапперсвиль. Недалеко от него находится штаб-квартира Гиберит. Вот, завтра у нас будет поездка в Витро Кампус, потом у нас будет поездка на производство. И потом мы еще посетим один очень интересный термальный спа-отель. Ну, в общем, программа обещает быть насыщенной, поэтому добро пожаловать в страну лугов, коров и часов. Усаживайтесь поудобнее, будет очень интересно. Основная группа из Москвы прилетает на полтора часа позже, поэтому мы решили ее не ждать, а отправиться самостоятельно в Рапперсвиль. Для этого мы выбрали, естественно, паровоз, потому что, ну, на такси же это очень дорого, там порядка 80-100 франков получится. А вот на поезде как раз очень даже и неплохо. Что-то какая-то ерунда, по-моему, потому что я смотрел, у меня была другая цена. Не, ну, там реально было 8,60 на этом, если через application. Ну, вот же, 8,60. Почему там было 17,20, я не понимаю. Почему там в два раза дороже? Может, там как бы туда-обратно? Почему было 8,60, а стало 17,20? А-а-а-а! Я понял. Друзья, ну, это почти провал. Не местным билет в два раза дороже. Ужасно. Да, получилось 17,20. Ну, в общем, все то же самое, что и в машине. Вам такой вот штрих-код придет, точнее, QR-код, и вот по нему, видимо, проходить. Но сейчас мы это и узнаем. Запрыгиваем. Друзья, ну, могу сказать, что за эти деньги билетик мог бы быть и более информативным. В общем, не очевидно, там, какая рекомендуется пересадка, поэтому пришлось заново заходить на сайт и искать вот эту нашу стыковку. Ну, в итоге нашли. А то на билете написано вообще, что ехать 2 часа, а на самом деле 58 минут. Пересадка у нас на халбан-кофе Цубика. Итак, друзья, мы в Раперсвилле. Наш отель находится прямо напротив вокзала. Ну, вокзал, кстати, такой тоже довольно симпатичный. Ну, и отельчик тоже снаружи выглядит симпатично. Находится он практически на берегу озера. Ну, и вообще сам город находится на берегу озера, среди гор, на которых еще остался снег. Ну, а внизу здесь уже чувствуется весна, потому что снега нет, и температура уже практически плюс 10, плюс 12. Очень приятно. Даже иногда солнышко проглядывает, но так пока немножко пасмурно. Говорят, город очень интересный какими-то историческими фактами. Ну, я успел кое-что почитать, что здесь даже вокруг где-то есть доисторические поселения. Деревни, ну, можно сказать, неандертальцев 5000 лет до нашей эры есть. Ну, а сам город тоже имеет достаточно обширную историю. Здесь были и графия, и различные герцоги, и воины, естественно, тоже были. Много всего было, да. Ну, включая даже чемпионат мира по спортивному ориентированию, который прошел здесь в 2003 году. Так что город не хухры-мухры. Это все очень серьезно. Какой-то большой обзор номера я сегодня делать не буду, потому что номер, ну, он достаточно скромный. То есть вот снаружи отель симпатичный, внутри тоже, в общем, ничего. Ну, конечно, дизайн был явно сделан лет 20, а может быть и 25 назад. Об этом говорит прежде всего вот эта мебель под вишню, точно так же, как и паркет под вишню. Ну, и, конечно, вот такие вот узнаваемые креслицы, да. То есть там той тоже, конечно, уже давно ушедшей эпохи. Ну, и оборудование в ванной комнате, конечно, тоже рассказывает много об истории сантехники. Здесь установлены смесители КВЦ, швейцарский бренд. Ну, вот это сочетание хрома и белого, вот эта ручка, говорят, что, да, они примерно тоже такого же возраста, лет 25, а может быть и больше даже, не знаю. С ассортиментом КВЦ не очень знаком. Ну, вот, конечно, швейцарская система инсталляции Гиберит, ну, ведь нас Гиберит сюда в гости пригласил. И самая современная вещь в этой ванной комнате, это, конечно, унитаз Биде. Как говорят специалисты из Гиберит, здесь в свое время стояло предыдущее поколение. С недавних пор они начинают, я имею в виду, руководство менеджмента отеля менять унитаза Биде на более современные. И вот это унитаз Биде Гиберит, который максимально похож на обычный унитаз за счет того, что крышка, ну, практически плоская. Ну, или, по крайней мере, оптически она такой кажется. Все остальное, конечно, тоже олдскульное. Ну, посмотрите, какая плиточка 20 на 30, то есть это такой форматик, ну, вообще, там, просто максимально олдскульный, который только можно. Ну, и расцветочка под мрамор. Да, конечно, как всегда, меня поражает вот это вот, что такое. Ну, кстати говоря, она не скажет, что сильно болтается, да, то есть там, но способ крепления кверх дармашками, это, конечно, тоже оригинально. Но, кстати, что-то в этом есть, да, может быть, действительно, самый правильный способ крепить косметические зеркала именно вот таким образом. Тогда они меньше болтаются и меньше разбалтываются. Ну, вот швейцарцы, конечно, в этом смысле молодцы, да. Ну, в общем, вот и все, что я хотел заметить по поводу этого номера. Говорить, конечно, что окажетесь здесь случайно, вы можете поселиться, я не буду, потому что случайно вы здесь точно вряд ли окажетесь. Ну, в целом, на пару ночей у меня претензий нет. Да, ну, ладно, пойдем гулять, рассматривать исторические достопримечательности, радовать вас датами и прочими фактами. Очень симпатичный миленький городок и променадик вдоль озера. Очень симпатичный и все так очень как-то спокойно и, да, постарально. Сюда, кстати, можно на кораблике из Цюриха приплыть. Правда, дорога длинная получается, час пятьдесят. Мы рассматривали такую возможность и, наверное, даже бы и сплавали. Но, к сожалению, только один рейс в день и он, ну, совершенно нам был неудобен. Поэтому, конечно, поехали на электричке. Но я думаю, что летом такая прогулка может быть вполне кстати. Итак, первая точка нашего тура по старому раперсвиллю. Это Хаупплац, это главная площадь. Здесь находится ратуша, ратхаус со всеми нарисованными гербами. Ну и здесь еще один есть домик, на котором нарисован миф возникновения раперсвилля, рассказывающий о герцоге, который охотился на самку-оленя. И она защищала своих оленят. И жена уговорила не убивать ее. И благодарная оленица или олениха пришла к герцогине и положила ей голову на колени. И герцог сказал, что это знак божий, основим, будем основывать здесь город, сказал герцог и герцогиня. Ну и вот появился раперсвилль. Вот такая замечательная история. Ну а там наверху замк. Ну мы еще туда дойдем. Наверное, наиболее ярким военным столкновением, которое произошло здесь, была старая Цюрихская война. Это когда Цюрих, кантон Цюрих, воевал против других членов конфедерации. Там, по-моему, 12 кантонов. Ну вот здесь они, собственно говоря, эти события и происходили. Происходили зимой. Озеро замерзало. И цюрихчане сюда подходили по озеру. Ну а раперсвилльцы в них метали каменными ядрами. Ну вот, собственно говоря, эти каменные ядра и вмонтированы. Вот фасад этого дома. Вот такая замечательная история. Блин, каменные ядра. С ума сойти. Еще один из знаковых объектов Раперсвилля – это монастырь Капуцинов. Вот он так выглядит. Довольно аскетично. Каждый может зайти, сесть и помолиться. Никакой охраны, никаких ограничений. Ну и вот здесь знаменитые братья Капуцины. Похоронены им. Установлены таблички. Да. Ну а мы поднимаемся дальше. По 122 ступеням в замк Раперсвилля. При этом, обратите внимание, здесь выращивается еще и виноград. Оказывается. Вообще в Швейцарии есть вино. Ну, естественно, объем производства его достаточно маленький. И их хватает только на внутреннее потребление. Пожалуй, за исключением кантона Тичино. Это итальянский кантон, который находится на границе с Ломбардией. Вино из Тичино можно еще найти. А это вино нельзя найти даже здесь. Ну и, конечно, замок Графьев Раперсвильский. Здесь, собственно говоря, они и жили, и не тужили. И здесь в свое время, кстати говоря, даже был музей швейцарских замков. Сейчас здесь польский музей. Это тоже довольно интересно. Не расскажу вам все детали. Ну, действительно, очень много граждан польского происхождения считаются выдающимися личностями города Раперсвиль. Да. Ну и, конечно, здесь герб с двумя розами. Герб Раперсвиля. Ну и вообще розы здесь почитаю. Здесь даже есть розовый сад, в котором высажено аж 15 тысяч растений. 600 разных видов роз. Так что, если любите розы, то точно стоит сюда заехать. Не уверен, что мы попадем сегодня туда. Но было бы интересно. Видимо, стоит повторить. Дорогой гиберит, пригласи еще раз. Вообще, конечно, все эти швейцарские озера всегда какое-то такое очень курортное настроение создают. Несмотря даже на время года, все равно какое-то оно всегда радостное и весеннее. Но уж если это более поздняя весна, ну вот как, например, мы в Луганах были, то там вообще прям красота. Все цветет и пахнет, и замечательно. Да. Очень рекомендую вам озера Швейцарии. И вот мы вышли. Здесь, собственно говоря, к самому озеру. Озеро Цюрикское разделено на две части. И разделяется оно как раз здесь, вот этой дамбой, которая существует, как я уже говорил, с каких-то незапамятных времен. И здесь же находится самый длинный деревянный мост, на который, собственно говоря, мы и идем. Это самое узкое место Цюрикского озера. Ну, собственно говоря, поэтому здесь эту переправу и построили. Здесь, напротив, высшая техническая школа Рапперсвилля. Ну, это такой политех, можно сказать. И там много интересных каких-то приспособлений, видно в окнах. А там вот, кстати, сзади цирк и зоопарк Кнейс. По-моему, так правильно это называется. Это самый известный швейцарский цирк. И вот он находится здесь. И здесь даже в Рапперсвилле находится музей цирка, швейцарского цирка. Вот, оказывается, и такой феномен существует. Друзья, конечно, мы не поедем с вами все 861 метр этого деревянного моста. Но прогулка здесь довольно приятная. Поэтому, ну уж если действительно случайно окажетесь здесь, то имеет смысл прогуляться. Особенно, если это какой-то более теплый сезон. Здесь будет, я думаю, зеленее и красивее. Ну, мне понравился сегодняшний день. Надеюсь, что и вам тоже. Если так, не забудьте поставить лайки. Задавайте вопросы в комментариях. Никуда не девайтесь, не отключайтесь. Потому что мы продолжим. Завтра будет более насыщенный. Более интересный день с точки зрения современной архитектуры. Ну и, конечно, дизайна. Все. Пока. Увидимся. Его так и называли – дизайнер для нищих. При постройке не пострадало практически ни одного дерева. Здесь представлены те изделия, которые сейчас выпускаются. А также классика дизайна от Витро. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова